Мы находимся на неделе российского ритейла, продолжаем разговаривать с гостями мероприятия. Алексей, расскажите, зачем вы сегодня здесь? Ну, прежде всего, это профессиональные контакты. Это, прежде всего, достаточно серьезный вопрос нормативного развития нашей отрасли, розничной, оптовой торговли. Это вопрос развития сферы общественного питания. Очень много достаточно интересных проектов, которые мы за последние два дня поделились опытом регионов, вопросами, которые у нас копятся по всей России с Минпромторгом. Плюс дополнительно интересные контакты, связанные с торговыми сетями, различными инфраструктурными предприятиями, которые сейчас здесь у нас существуют и представлены на выставке. И это достаточно серьезный толчок для развития, прежде всего, региональной сферы оптово-розничной торговли. Ну и, соответственно, такая мотивация, чтобы такие подобные дни проводить не только на территории Москвы, как недели российского ритейла, и проводить на территории других регионов дни Самарского ритейла, дни Пермского ритейла и так далее. То есть это достаточно хорошая мотивационная возможность. Поделитесь своими впечатлениями о контенте деловой программы. Достаточно интересный контент, который не только узкие государственные специализации, что тоже, конечно, немаловажно. Я побывал на достаточно большом количестве круглых столов, которые собрал большое количество бизнеса, инфраструктурных организаций. И нам, как представители органов власти, достаточно интересно было их тоже послушать. Какие последние тенденции развития бизнеса? Я считаю, что контент достаточно неплохой, насыщенный. Ну, собственно говоря, и в следующие такие недели российского ритейла контент не только выдержит, но и расширит. Спасибо большое. Не переключайтесь и оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!